всем привет есть интересное выступление в бундестаге кинохруппала депутата от фракции афд которые я предлагаю сейчас посмотреть выступление и заявление касается канцлера германии олафа шольца и деятельности правительства кстати не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и заявлений кинохруппала так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом ваших соцсетях и давайте к делу уважаемая госпожа президент уважаемые дамы и господа уже после заявления федерального канцлера олафа шольца и господина мерца следует констатировать что вы полностью прошли мимо забот и проблем прежде всего своей собственной страны фрау хассельман ваша речь была чисто военной речью ничего больше это действительно потрясло меня и нет ничего удивительного в том что все больше граждан смотрят на это федеральное правительство с тревогой а также с искренним непониманием и если вы посмотрите на половину этого федерального правительства а это конечно сейчас то вам действительно нужно сказать как эта страна управляется разрушенной это было после второй мировой войны никогда не был в этой стране это экономическое государство германия было значительно изменено за несколько месяцев этим федеральным правительством инфляция сокращение экономики рост числа банкротств и в довершение всего федеральный конституционный суд подтверждает что ваш бюджет со специальным долгом признан неконституционным и ваш вывод из этого мы снова слышали это сегодня вы не ошибаетесь и также продолжаете идти в тупик с открытыми глазами как и к тв вот как выглядит нынешняя политика этого правительства и стпк в отношении мы слышим на съезде партии социальные расходы являются частью днк стпк социальные расходы которые теперь глубоко антиобщественны потому что они больше не смягчают тяжелое положение отдельных людей а представляют собой своего рода базовый доход в виде гражданских денег и это не связано с какими-либо условиями и не мотивированы тем чтобы брать частично низкооплачиваемую работу и тем самым вообще что-то делать для государства всеобщего благосостояния вы видите уважаемые коллеги эта политика продолжает создавать одностороннюю зависимость а не инновации господин канцлер мы же знаем вы не из тех кто говорит много слов вы возможно войдете в историю федеративной республики как вечно молчащий канцлер вы упустили не только информацию о банке варбурга у вас в кабинете нет идей которые мы воспринимаем что вы на самом деле хотите сделать с этой германией и мы снова не слышали этого сегодня вы хотите спасти весь мир и климат в придачу но на самом деле это не может быть единственной целью федерального правительства германии граждане этой страны граждане этой страны должны быть для вас в центре внимания и в ходе вашей избирательной кампании вы неоднократно говорили об уважении к себе а где же уважение к тем кто ведет экономическую деятельность в этой стране среднему классу к ремеслам к промышленности вместо этого они искусственно сокращают энергоснабжение вы закрываете неповрежденные атомные электростанции наносите удары по северному потоку разрушаете нашу критически важную инфраструктуру и прекращаете импорт российского газа и министр экономики ведет здесь свою зеленую экономическую войну внутри германии и во всем мире и она тоже не будет выиграна пока что он терпит неудачу о чем свидетельствуют экономические санкции против россии они приводят только к тому что российская экономика растет а наша сокращается это текущее положение дел германия сегодня почти каждая вторая крупная компания думает об уходе а каждая третья уже сидит на чемоданах ни слова от вас по этому поводу господин канцлер и с ростом цен на ко2 который вы уже объявили сегодня вы делаете немецкую экономику еще более непривлекательной промышленные ассоциации предостерегают от деиндустриализации альтернатива сделала это для германии много лет назад и нас обвинили в теориях заговора таково было ваше заявление тогда и если вы увидите что сбор коза 2 как только что сказала миссис хассельман сокращен из-за субсидий то тонна вырастет не на 30 евро она 45 евро это еще больше подстегнет инфляцию в следующем году и это экономическая зона будет еще более разрушена это их политика и мы ее предотвратим я могу вам это обещать дамы и господа германии наконец нужна политика процветания в интересах граждан и поэтому ей наконец нужен бюджетный кризис ненужные расходы от которых нужно отказаться и это включает в себя весь тематический комплекс украины и то что я услышал здесь сегодня действительно немного ошеломляет меня шесть миллионов евро в год это текущие гражданские деньги для 700 тысяч граждан украины до 2027 года еще 17 миллиардов евро на поставки оружия 5 миллиардов евро на реконструкцию и если вы слышали сегодня что они также хотят обсудить в совете европы это включает в себя запланированное вступление украины в ес это будет стоить 130 миллиардов евро это то что рассчитал институт немецкой экономики 130 миллиардов евро и нам конечно придется профинансировать это как главному финансисту эти расходы теперь должны покрываться прежде всего из обычного бюджета вы видите как это чрезвычайное положение в украине о котором вы в принципе уже объявили сегодня должно быть запланировано на следующий год в будущем будущие возможные дефолты других стран вы уже сегодня это сказали также будут учтены здесь видно что мы все больше становимся партии войны и мы действительно не можем позволить этому продолжаться бросаться на шею украине и здесь как единственному плательщику и стороне войны нести совместную ответственность за страдания и страдания в этом регионе и мы действительно сейчас видим давайте посмотрим сша республиканцы сша блокирует в сенате многомиллиардный пакет для украины а также для израиля потому что граждане сша просто не хотят тратить больше денег на иностранные войны и граждане германии тоже этого больше не хотят нам не нужны искусственные изображения врагов и брандмауэры нам наконец нужны и этого требует экономика разумные условия чтобы оставшиеся компании продолжали производить здесь воспринимайте снижение налогов как инвестиции предприниматели и конечные потребители могли бы рассчитывать на 7 миллиардов евро помощи если бы например они отменили повышение платы за проезд оправдывая свой собственный бюджет они продолжают создавать возможные чрезвычайные ситуации со следующего года чрезвычайное положение в сфере общественного питания закончится в январе и будет возвращена полная ставка ндс мы говорим что 7 процентов нужно сохранить потому что 19 процентов будет выделено на школьное и детское питание в школах так что если эти цены для семей будут продолжать расти уважаемое федеральное правительство вы все заблуждаетесь в повседневной политической жизни у вас нет концепции нет целей но вы уже добились того что благодаря своей политике основанной на избирательных округах чрезмерная морали черно-белое мышление снова стали социально приемлемыми вы обещаете всем все и почти ничего не можете сделать и поэтому уважаемые коллеги очевидно что этот светофор если он еще долго будет таким постоянно будет гореть красным и следовательно остановится германия нуждается в переменах германии нужна альтернатива большое вам спасибо и так интересное получилось выступление много озвучено претензий и обвинений олафу шольцу поэтому давайте теперь обсудим все эти моменты заявления и претензии и на хрупала в комментариях под видео с чем вы согласны или не согласны и почему думаю что вам есть что сказать на этом все подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео поделитесь этим роликом в ваших соц сетях спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока